Наш генерал-губернатор, он тоже не дремлет, друзья мои, он не дремлет, он проводит свои нарады, и на этих нарадах тоже, иногда как скажет, так хоть стой, хоть падай называется. Невероятные свои нарады. Я предлагаю посмотреть последний фрагмент, чтобы понять, куда движется его мозг и его сознание. Я понимаю, что это трудно, что это, как всегда, оттенки, как сказали Воскресенскому, оттенки маразма. Но надо тоже понимать, что происходит на том фланге и на том фронте, друзья мои. Смотрим. Уважаемые товарищи, я пригласил вас для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается сегодня в экономике. Да, дорогие товарищи, я пригласил вас, чтобы сообщить пренеприятное известие. К вам едет ревизор. Да, нам трында, сообщил он товарищам. Ну, товарищи, сейчас посмотрим реакцию. Конец года, беспрецедентное санкционное давление на Беларусь. Мы должны четко понимать, с чего вдруг, главное, да, с чего вдруг санкционное давление. Просто так им захотелось, наверное, потерять деньги и литовцам на транзите, и полякам, и Евросоюзу. Просто так ни с того ни с сего. Как действовать? Ни в коем случае не допускать неточных шагов, не то что ошибок, для того, чтобы предотвратить определенные последствия этих санкций. Сейчас будет предотвращать санкции. Ничего нового. В мире много стран, против которых постоянно применяются необоснованные дискриминационные меры. Конечно. Северная Корея абсолютно необоснована и дискриминационна. Куба, ой, как необоснована. Иран, так там вообще, это же святые люди, всего лишь хотят ядерной бомбой уничтожить Израиль. Необоснована, необоснована. Ну, а уж главный друг Беларуси, Эритрея, это вообще замордовали несчастных. Какие-то там придумали геноциды. А ведь геноцид был один, и мы знаем. И мы не можем его отрицать. Это геноцид белорусского народа во время Второй мировой войны. А все остальное так. Мелочь. Примером тому является наша соседняя Россия. К сожалению, это стало нормой, а на нарушение международного права никто не смотрит, создаётся. Никто не смотрит. Вот человек нарушает международное право по всем статьям, никто не смотрит, но это он знает. Впечатление, что лиц, принимающих такие решения, здравый смысл оставил. Оставил здравый смысл их всех навсегда и перешёл сюда, вот за этот стол. Активный Запад не покидает попыток снизить уровень интеграционного взаимодействия в Евразии, а когда речь идёт о давлении на нашу экономику. Хочет снизить уровень интеграции в Евразии. Сидят и думают, как снизить уровень интеграции. То удар нацелен ещё и на благосостояние белорусских граждан. Ой, какие у них благосостояния, друзья! Вы же знаете, это самые богатые люди Европы, белорусские граждане. Поэтому хотят снизить их благосостояние, оно же гигантское. Есть и эта данность, более того, они стали уже частью нашей жизни. Введён очередной комплекс мер против нас, несмотря на то, что они будут иметь определённый негативный эффект. Нам нужно продолжать жить и спокойно трудиться, сохранив... Конечно, очень спокойно мы живём. ...динамику работы отраслей нашей экономики. Да. И хотел бы поэтому услышать сегодня не столько оценки возможных последствий, сколько предложения по минимизации их влияния и ответным мерам, которые вам было поручено подготовить. Всё, все подготовили, вон, эти конспекты на столе. Читаем рефераты. Как будем избегать санкций? Я уже говорил, что сейчас один из самых непростых этапов жизни страны. Санкции, ковид, попытки расшатать нашу стабильность изнутри. Изнутри. Это, мне кажется, Ермошина, она предприняла такую попытку в августе 2020 года. Почти удалось ей. ...изменение государственного настроя. Но, невзирая на эти и другие вызовы, необходимо не допустить ухудшения основных экономических показателей. И, самое главное, защитить людей, сохранить их благосостояние. Да, я же повторю, уж какие у белорусов благосостояния. Это весь мир завидует. Эта задача касается в буквальном смысле всех присутствующих. Поэтому мы в таком широком составе сегодня и собрались. Санкционные игры ни в коей мере не должны отразиться и на предстоящих наших внутриполитических событиях. Конечно, никак не отразятся. Там же отдельно все. ...или поздно мы выйдем из этой гонки санкций, антисанкций. Но пока вынуждены отвечать на продолжающееся давление. Наши контрмеры... И ответ страшный. Ответ страшный. Просто напугали Европу адски. Что мы не будем есть их ОМОН. Как и россияне, сами себе наступим на горло, лишь бы, значит, отомстить Европе. Все правильно. ...ноцелено на какую-то мелочную месть. Нет, это не мелочная месть. Он же вообще никогда никому не мстит. Он говорит, я не мстительный. И я женщинам не мстю. Вот. И женщинами не воюю. Да, мы знаем. Задача использовать сложившиеся условия нам во благо. Во-первых, повторюсь, не должны пострадать люди. Здесь вопрос следует рассматривать минимум с двух позиций. Насыщение рынка необходимыми товарами и... Да, так вы же запретили. Вы же эмбарго ввели против товаров. Чем вы будете насыщать рынок? Россияне хотя бы насыщали рынок контрабандой из Беларуси. Да? Этими знаменитыми креветками белорусскими, ананасами белорусскими, бананами. Они насыщали этим рынок. Здесь кто будет его насыщать и чем? Недопустимость роста цен. Нет. Цены в Беларуси вообще не растут. Они падают только. Предупреждаю всех присутствующих о необходимости соблюдения обоих условий. Жизнь показывает, что как только намечается дефицит, тут же оживают серые, как мы их называем, схемы. Серые схемы, как мы их называем, оживают. Это такая страшная сказка для белорусов. Серые схемы оживают. Народодельцы, которые встраиваются в разомкнутую цепочку движения продукции. Сейчас жуликов, желающих заработать сверхприбыли, не меньше. Не меньше жуликов. Куда же они все ловят и ловят этих жуликов? Сажают и сажают, а их все не меньше и не меньше. Комитет госконтроля в одиночку с этим не справится. Не справится комитет госконтроля. Надо 10 комитетов. Опыт наших соседей тоже подтвердил, что санкционная продукция найдет каналы проникновения и появится на рынке. Конечно, через Беларусь. Мы же снабжали всю Россию санкционной продукцией. Поэтому мы точно знаем, что продукция находит каналы. Ну тут сами себя будем снабжать, понятно. И только уже по другим ценам. Мы десятки лет целенаправленно вкладывали огромные средства в развитие агропромышленного комплекса и производство товаров народного потребления. Да, да. Столько денег зарыли, сколько вообще представить себе невозможно. На эти деньги, мне кажется, можно было бы такую медицину иметь, такое образование, такую культуру. Но мы их просто зарыли. Это правда. Нас не понимают, если, приходя в магазин, видят мировые цены на отечественную продукцию. Да, если он видит мировые цены на отечественную продукцию, известно, что в Минске цены выше, чем во многих европейских городах. Это, конечно, для людей не очень хорошая новость. Говорить про какие-то санкции. Давайте разберемся без всяких санкций в наведении порядка в нашей стране. Меня постоянно информируют. Слушайте, а что, все еще беспорядок? Вот я не могу понять. 27 лет он наводит порядок. А он не наводится, что ли, это порядок? Почему постоянный беспорядок? Кто-нибудь может мне объяснить, когда, наконец, наведется порядок? Уже 27 лет он наводится и наводится. Наводится и наводится. Порядок во всех сферах. Вот порядок сейчас наведем. И тут надо, и опять надо навести порядок. То есть человек констатирует, что идет полный беспорядок. Очередной доклад. Сколько раз Министерству сельского хозяйства и губернаторам поручалось навести порядок с закупкой кормовых добавок, премиксов и прочих и так далее? С кормовыми добавками вообще полный беспорядок. Которые тысячелетия. Ну и что? Тысячи закупщиков и миллион прокладок между ними и колхозами, совхозами или какими-то предприятиями. Миллион прокладок. Ой, как странно. Наверное, потому что экономика не рыночная. Наверное, потому что администрирование идет государственное. И государственный чиновник, который делает сделку на миллионы, а получает 300 долларов, думает, а где здесь моя часть в этом бизнесе? И делает эти прокладки. Да? Может быть так? Ну, по логике. Я не понимаю, а чего вы ждете от меня? Меры будут. Мне кажется, они все ждут, чтобы он ушел. Вот все. Сидят и пишут. Да, Господи, когда это закончится? Тут жестокие. Второе. Спокойной жизни за то, что мы боремся за свою землю и за право быть хозяевами на ней, нам никто не обещал. Ну вот видите, он хочет быть хозяином. Да, он же хозяин. Не народ, не люди. Люди как-то не борются. А он борется, потому что хочет быть хозяином земли всей. Поэтому сейчас как никогда нам нужно мобилизовать все ресурсы, производственные, технологические, финансовые, интеллектуальные, для того, чтобы и народы, и не другие видели, что мы состоявшееся государство. То есть сейчас пока не видят, что мы состоявшееся государство, да? Мы не очень состоявшееся пока, да? Это кто так науправлял, что мы все еще для многих не состоявшееся государство. Интересно, кто же этот кормчий, который ищет кормовые добавки? У нас, банку, местным властям, парламентариям предстоит выработать комплекс мер по поддержке и развитию внутреннего потенциала, решению производства востребованных товаров и услуг. Востребованных товаров и услуг. Я помню это в позднем СССР каждый раз выступали, говорили, сейчас будем производить востребованные товары и услуги и пустые полки. Речь идет даже не о помощи деньгами или особыми льготами. Зачастую следует просто убрать застарелые барьеры, преграды, какие-то ненужные согласования. Как он про себя, застарелые барьеры, преграды, надо убрать. Что ж это за застарелая преграда и застарелый барьер, интересно. Вознюю. Думаю, администрации президента и руководителям парламента надо подготовить предложение, чтобы перенести в это время центр тяжести принятия решений на губернаторов. Чтобы они не бегали по правительственным кабинетам и не обращались к президенту за какими-то лишними согласованиями. Не бегали, чтобы по кабинетам эти губернаторы. А то бегают и бегают, бегают. Ну просто бегуны какие-то, а не губернаторы. Я хотел, чтобы вы это услышали и реализовали. Если отечественный производитель готов занять внутренний рынок, где до этого хозяйничали иностранные конкуренты, надо дать зеленый свет. Зеленый, я бы даже сказал, красно-зеленый свет надо дать внутреннюю производителю. Вот, например, там хозяйничали иностранные автомобили, пусть ездят белорусы на мазах. Или там хозяйничали эти всякие производители вин. Нет, мы будем пить плодово-ягодные вина, все займем, все займет отечественный производитель. Он же все умеет производить. От Теслы до телефонов мобильных, да? Да, конечно, это отечественный должен производить горизонт. ...инициативам и на всех уровнях власти оказывать им максимальное содействие. Думайте, пожалуйста, как помогать таким инициативам. Хочу, чтобы меня услышали все, от председателя сельского исполнительного комитета до премьер-министра. Все слышат, все. ...гранительных и контролирующих органов. Если нужны дополнительные полномочия, в частности губернаторам, для быстрых решений на местах, вносите предложение немедленно. По-моему, никто не хочет полномочий дополнительных, потому что потом никто не хочет сидеть. Наоборот, им нравится согласовывать, потому что это размывает ответственность. В любой такой системе, где хан или кто-то по дишах может в любой момент тебе голову отрубить, чем меньше ответственности, тем дольше живешь. Это же логично. Зачем им эта ответственность? Тем более скоро уже все поменяется, понятное дело, они все это чувствуют. Нахрена им эти проблемы? Это ваше дело. Контроль будет за конечными результатами. Есть результат, есть работа. Нет результата, до свидания. Нет результата, до свидания. Есть результат, есть работа. Идет война, и сейчас не до бумажек. Идет война, сейчас не до бумаг. О, видите, раньше было не до законов только, а теперь вообще не до бумаг. Отменим письменность. У меня простое предложение. Позволит решить все производственные проблемы. Не до бумаг. Где-то оставим бересту. Мы все-таки в родоплевенной строй идем, стройными шагами по Воскресенскому. Поэтому к этому древнему вече, там было без бумаг все, я точно помню. Сейчас не до каких-то галочек, палочно-галочной этой системы. Палочно-галочной системы, не до какой-то. Что касается ответных мер, которые уже приняты и еще будут выработаны. Это неактивная позиция нашего народа. У нас в крови нет духа войны. И, кстати, не мы ее начинали. У нас нет в крови духа войны. И не мы эту войну начинали. А кто это кричал, сейчас будем Украину завоевывать и присоединимся к России. А кто кричал, дайте мне ядерное оружие. Оружие мне дайте ядерное. Бомбу дайте. Дай бомбу. Путин, дай бомбу. А кто это? Ну, видимо, или тут два варианта. Или у него кровь не белоруса, а какая-то другая кровь. Или что-то другое он имел в виду. Не знаю. Поэтому всегда открыты к конструктивному диалогу на равноправной основе, без условий и ультиматумов. Радует, что правительство... Видите, он всегда такой поговорить готов, без ультиматумов. И на сбанке нет признаков истерии или нервозности. Это деловой настрой, надо сохранить и дальше. Но самоуспокоенность, если это самоуспокоенность, она недопустима. Недопустима самоуспокоенность. Каждый день должны быть видны результаты любой работы. Все записываются. Только не самоуспокоенность. Результаты. А как никогда монолитность и исполнительность. Разберитесь особенно с... Рабство. Монолитность, исполнительность, рабство или заблюдство. Это наш рецепт. С руководителями. Слишком много у нас руководителей, которые занимают антигосударственную позицию. И что... Это кто ж такие? Что ж за руководители, которые занимают антигосударственную позицию? Интересно даже услышать. Кого же это он имеет в виду? Убляет меня, это больше всего в Минске, руководители учреждений здравоохранения. Уж слишком умных там много появилось. Умные появились руководители здравоохранения. Надо тупых. Ну это правильно. Как могут умные люди руководить здравоохранением? Тупых, верных, чтобы исполнительных. Ну все правильно. Все правильно говорит генерал-губернатор. Готовы за премьер-министра работать, за главу администрации, за руководителей парламента. Они все из учреждений здравоохранения готовы работать за премьер-министра. За всех готовы работать. За всех. Никто никому не запрещает иметь свою точку зрения. Вы ее имеете. Никто не запрещает иметь свою точку зрения. Можешь ее иметь, но в тюрьме. В тюрьме гораздо удобнее иметь свою точку зрения. Это правда. Я это воспринимаю как данность. Но, дорогие мои, все мы, сидящие здесь, за этим столом, и о которых я сказал, руководители, ограничены определенными рамками. Какими? Руководителя, если ты хочешь быть абсолютно независимым и призывать к санкциям, воевать против власти и прочее, в Литве в Польшу сидят. Там еще есть... В Литве в Польшу едь, если ты хочешь призывать к санкциям и, что там, быть независимым. Независимым хочешь быть. С вакансии. Оттуда все больше и больше хотят назад вернуться. Да, хотят, конечно, уже вернуться, потому что, ну, пора Светлане вступать в должность, и все понимают это. Конечно, хотят вернуться, это правда. Пожалуйста, на те вакансии поезжайте и там призывайте к санкциям, знаете, что мы там вас не достанем, и там или 6-8 лет по новому закону вы не получите. 6-8 лет по новому закону за призывы к санкции. Мы против санкций. Вот поэтому надо Позняка послать. Он против санкций, поэтому ему точно безопасно. Хотя вот его сейчас наша Нива спросила, ну, а могли бы вы выполнить такую функцию? Вы же призываете к диалогу с Лукашенко, да? Могли бы вы поехать в Минск и провести такой диалог? Он сказал, что я дурный, значит, вот, не говорите дурню, вот, я не поеду. Поэтому, да. Но, слушайте, если вы руководите коллективом, вы государственные люди, неважно, частное или государственное предприятие, тем более, если вы погоны носите или в государственном аппарате работаете, слушайте, вы понимаете, где вы находитесь? Где вы находитесь, вы понимаете? В концлагере вы находитесь. Что вы дурню говорите? В противном случае, я уже сколько раз говорил, мы будем расценивать это как предательство. Предательство. Предательство, то есть другое мнение это предательство. Ну все правильно, очень хорошая логика. Вот логика просто рода племенного строя. Но и с другой стороны, ну я не знаю как было в 30-е годы, вы знаете, вот там репрессии и прочее были, я не знаю. Все эти факты в истории. Я не знаю, я просто реконструктор истории. Как там было не знаю, но пытаюсь как-то реконструировать. Может получается немножко, может нет. Происпользуется как кому выгодно. Но будем считать, что в 37-м, 9-м годах было неважно с нашей историей. Кто-то кого-то хватал, сажали и прочее, как я говорил, началась война, а генералы сидят в тюрьме. Пришлось оттуда доставать, и они были первыми героями, защищая Советский Союз. Да, очень странно. Кто-то кого-то хватал, ну странно просто. Так вот, чтобы у нас так не было, видите ли, кто-то за кого-то подписался, давай его хватай, тоши. Мы должны видеть, особенно людей в государственном аппарате. Всех мы все равно не увидим. Всех мы все равно не посадим. Ну, потому что если мы посадим всех, кто будет сидеть за этим столом, они же все тоже так же думают, как и эти генералы и все остальные, которых тащи. Вот, то есть, ну, очевидно же, что искренних сторонников у него нет. Ну, Качанова и была Ермошина, но Ермошина что-то обиделась, говорят. Вот, а так нету, ну нету никто, я уверен абсолютно, сто процентов. Ну, всех же не посадишь, это проблема. Хотя, видите, он про 30-е думает. Он думает, как бы это вот использовать этот опыт, изучает его. Их тысячи были, которые подписались за альтернативщиков. Ну и что? Мы что, сейчас будем отвлекаться и их ловить там где-то? Нам же делом нужно заниматься. И поверьте, за этот год они совершенно другими людьми стали. Я не знаю, когда там сегодня, завтра мы опубликуем социологические исследования. Они разительно отвлекались. Так, у меня что-то пропал звук. Вам слышно его, этого прекрасного человека? У меня почему-то звук пропал. Сейчас гляну. ...от тех, что были год назад, хотя и те были в удовлетворительном таком состоянии. Поэтому всех этих подписанок мы должны идти. Так, почему я его не слышу? Ага, все, понял. Особенно, если они работают где-то наверху, в вертикали власти. Но сегодня их там ловить и допрашивать, спрашивать с них, ну зачем? Неужели нечем заниматься? Нечем заниматься, еще столько народа не посажено. Мы их потом посадим, когда время будет. Тем более, я говорю, уже многие в третий раз переобулись. Третий раз переобулись многие. Но те, кто нарушал закон, те, кто толкал людей на нарушение закона, у нас их тоже немало. Немало, немало, кто толкал людей на нарушение закона. Вот кто-то говорил, сейчас не до законов, поэтому давайте там мочите всех. Кто-то говорил, вот там на остановке увидите, бейте людей. Кто-то говорил, а давайте сорвем предвыборные митинги конкурентов, скажем, что у нас тут ремонт идет. Кто-то кого-то толкал на нарушение закона, а кто это вот интересно? С этими мы должны разобраться. Но делать это надо аккуратно, осторожно. Не должно быть компанейшины, ибо мы снова превратимся от обратного в каких-то варваров. Ой, от обратного превратимся в варваров. А так мы пэры. Мы прямо эти, культурная элита, да, вот то, как мы сейчас ведем себя. А превратимся в варваров. То есть, ну, не варваров, уже там стадия другая будет, обезьяны. Варвары уже пройдено. И полетят невинные головы. А сейчас вот виновные головы летят. Поэтому нельзя допустить искажения вот этого, нельзя шарахаться. Шарахаться нельзя. Надо заниматься конкретным делом, вести за собой людей и проверять людей на конкретных делах. Проверять людей на конкретных делах. Спуску никому не должно быть. Кто виноват, кто предатель, кто просто не наш человек. Не наш человек, спуску не должно быть. Вот не наш человек уже преступник. Раз не наш человек, все правильно. Не должно быть спуску в тюрьму. Но мы же не варвары при этом. И еще раз подчеркиваю, это кропотливая, спокойная работа. Специальных органов власти, которые в стране существуют. Да, да. Ну, это называется репрессивный аппарат. Все логично. Я прошу это иметь в виду. Все имею в виду. Вы приняли закон. Вот я проводил пример по поводу тех, кто подписан на эти экстремистские телеграм-каналы. Не надо сюда, как глава администрации, предлагает тащить списки, какие-то составлять. Кому можно, кому нельзя. Глупость несутся. То есть ему глава администрации предлагает списки, кому можно экстремистские каналы, а кому нельзя по спискам. Представляете? Список. Вот вам можно читать нехту, а вам нельзя. И это принес глава администрации. Это они не варвары, да? Это они цивилизованные люди. Пусть руководители на местах определяются. Губернаторы, председатели райисполкомов. А теперь председатели райисполкомов будут определять, кому можно читать экстремистские каналы, кому нельзя. Правильно. Это очень умно. Запреты никогда не приводили к нормальному результату. Да, а почему же у нас одни запреты, если не приводили к нормальному результату. Запрет на эмбарго, значит, на товары. Запрет на митинги. Запрет на политическую деятельность гражданскую. Запрет на СМИ. Запрет на чтение новостей. Человек говорит, это не приводило никогда к нормальному результату. И все равно у них сплошные запреты. Ну, это, ну, как бы здоровый мозг. Это, как говорил этот блогер Воскресенскому. Это какой оттенок маразма? Ну, если мы сами себе уже не доверяем. Ну, слушайте. Если мы сами себе не доверяем. Ну, не доверяем. Они-то не доверяют ни тебе, ни себе, никому. В Белоруссии, после того, как опубликовали, что по его, генерал-губернатору, указке всех писали и слушали, включая милицейский состав, включая все их семьи, включая замминистров, министров. Слушайте, если прослушивали его пресс-секретаря, любительницу Массандры, всех слушали и все это опубликовали, значит, никто никому не доверяет. Ну, это же совершенно очевидно, что в этой системе уровень доверия между собой ноль. И они вот сидят и все понимают, что все их телефоны пишутся, все их разговоры пишутся, все их кабинеты прослушиваются. И все это в нужный момент используется против них. Беглым отдать эту власть. Будьте аккуратными и осторожными. У нас больше, чем достаточно проблем. Беглым нельзя отдать власть. Беглым. Нужно решать. Еще раз повторяю, предателям прощать нельзя. Тем, кто пытался перевернуть страну и сдать ее туда, никакого... Туда ее сдать и перевернуть страну предателям нельзя прощать. Вот интересно, а как это в Британии простили предателям, что одна партия сменила другую? Ну, тупые. Надо же резать. Как в Америке простили, что демократы приходят, потом республиканцы. Как это так? Ну, я не знаю. Ну, предателям нельзя прощать. Надо резать их. Прощения не будет. Не будет. Мы их видим и выявляем десятками, а то и сотнями. Сотнями. Я бы сказал миллионами, честно говоря. Миллионами. Те организации, которые финансировались из-за рубежа и организовывали переворот и мятеж, мы их всех ликвидировали. Всех ликвидировали. Союз писателей, да, мастерскую социального кино, пен-центр, там фонд имена, который детям больным помогал, на которых у государства денег нет. Всех ликвидировали. Браво. Что могу сказать? Я восхищен. Главное, варварства нет. На уровень варварства не спустились. Как бы ни было тяжело. Мы же ведь знали, какие будут последствия. Ну, какие последствия? Дети умирают, да, писатели не могут развиваться, кино не снимается, все знают, какие последствия, но это ж такая мелочь. И они сегодня взвыли. Восстановить обратно, они никогда не будут восстановлены. Конечно, никогда не будут восстановлены. Я же вечно буду жить. Меня вставят чип, здесь вставят чип и я буду вечно править, поэтому никогда не будут восстановлены. Или все-таки мне Путин даст ядерную бомбу и я нахер взорву эту страну, чтобы действительно никогда не были восстановлены. Сто процентов. Но есть еще, даже если не даст бомбу Островецкая АЭС, стоит подумать. Любые фонды, любые организации могут у нас существовать, но заниматься конкретным делом во благо Родины. Во благо Родины, в мое благо, я Родина. Защищают больных, пусть ковид лечат, пусть чернобыльцам помогают. Да, 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 вот они лечили, защищали больных, ковид собирали. Помните, да, инициатива, когда государство не давало ни средств защиты, ничего, и граждане собирали, и маски эти доставали где-то, и ИВЛы, и кислород, и все. Спасибо государству сказал, нет, уголовные дела. Нищим, обездоленным, людям с ограниченными возможностями инвалидами, лечат детишек и так далее. Детишек лечат, ага. Имена фонда расскажите. Делости просим, дорога открыта. Открыта им дорога. Кто-то хочет создать фонды, пожалуйста. То есть вот этот хаос надо сегодня заканчивать. Надо отстраивать. А то есть хаос все-таки устроили, да? Устроили все-таки хаос. Ну спасибо за это признание, это да, так и есть. ...новую Беларусь. Уважаемый товарищ президент Республики Беларусь, уважаемый Александр Григорьевич, участники совещания, одновременно вступление в силу очередных санкционных пакетов Европейского Союза, Великобритании, Штатов. Нет, дальше уже бубнешь, неинтересно. Неинтересно. Это можете сами пойти. Послушайте, чиновники, у нас на 2% выросло, то у нас на 3% упало все. Это все дальше неинтересно. Ну вот человек, видите, выразил свое мнение. Боится попасть на варварский уровень, генерал-губернатор. Он не понимает, где он находится, что до варварского уровня еще расти надо. В 17.00 мы делаем закрытый эксклюзивный стрим-разговор по душам с патронами системы Patreon и с нашими привилегированными зрителями от уровня спонсор до уровня бог. Но уровня бог еще нет. Но все уровни приглашаются, линк на этот стрим, только вы можете видеть в вкладке сообщества. Заходите в сообщество, там будет об этом сообщение. Другие подписчики и зрители его не увидят, это сообщение, но вы увидите. И вот по этому линку в 17.00 мы с вами встречаемся. А в системе Patreon тоже, дорогие патроны, вы увидите этот линк.